Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя городная азбука. Сегодня 4 апреля. Сегодня я буду учить вас считать расходы на обогрев теплиц. Вот смотрите, у меня такая ситуация. Я еще вчера только хотела прикрывать, притенять вот эту теплицу. Сегодня я достала заранее приготовленную вот эту сетку притеняющую, которой я пользуюсь уже много-много лет, которая мне нравится. Создает такие рассеянные лучи солнечные. А сегодня, возможно, придется не притенять, а обогревать теплицу, потому что все-таки начало мая, у меня сибирский регион, и у меня местами еще вот такой тут ледниковый период сохранился, там-там, глыбы, снега. Короче, мы сейчас, я пройду по всем теплицам и расскажу, как я сегодня буду рассчитывать, во сколько сегодня мне обойдется будущая ночь. Потому что, повторюсь еще раз, сегодня ночью у нас будет минус 1, и не во всех случаях растения без подогрева, такую, ну как холодную ночь, могут хорошо переночевать. Нужно им помогать, но не везде. Когда начали приходить комментарии, ну сообщения о том, что вот вы конкретно посчитаете, прям в рублях, во сколько вам за месяц обходится вот этот обогрев теплиц, я начала объяснять людям и реально не понимала, что до некоторых не доходит, что та сумма, которую назову вам я, у вас не обязательно будет эта же самая сумма, будет другая. Ну, я думала, что может быть они не хотят ленятся сами посчитать, или они чего-то не понимают, но потом я села, подумала и решила, может быть действительно кто-то не знает, как считать, не понимает. И когда я сказала, что все зависит это от погоды, от солнечных дней, возможно, кто-то до конца это и не понял, вот сегодня как раз такой пример, на котором можно показать, что все-таки не только даже солнце, а вообще погода дает нам, ну как помогает нам сэкономить наши деньги, и зависит еще не только от погоды, а от того, какой график, насколько гибкий график использования вот этих электрообогревательных приборов мы будем применять, от этого зависит сумма. Сразу скажу, что намного дешевле обойдется тем, кто живет рядом с теплицей, кто имеет возможность все это регулировать. Вот смотрите, я утром, когда зашла, было 5 градусов, и я сказала, сегодня будет пасмурно, и если погода будет не очень такая солнечная, то мне придется даже днем вот здесь включить обогреватель, для того, чтобы в ночь они не остались холодные. Но сейчас, буквально через 2 часа я пришла, тут уже 13 градусов, и вот повышение температуры настолько, там в тоннелях еще теплее, оно позволяет мне сегодня опять не включать обогреватели. Я уже повторюсь, что вчера было у меня все выключено, позавчера у меня было все выключено. Ясно, что при такой температуре я днем вообще ничего не буду включать, значит, я сейчас рассчитаю только на ночь. Раз у нас ночью будет минус 1, я, возможно, опять же, буду смотреть вот здесь по обстановке, но я рассчитаю на тот случай, если бы я сегодня ночью все-таки включила эти обогреватели, например, вот холодно у вас, вы включаете вот это инфракрасники на ночь, мы сейчас высчитаем точную сумму, и все вот прям, как хотели, до рубля, до копейки, посчитаем все до рубля и до копейки. Начать нужно, конечно, с того, какой у вас обогреватель, какой тип обогревателя, мощность какая, у меня вот эти висят киловаттники, вот один инфракрасный вот этот обогреватель, он у нас потребляет 1 киловатт электроэнергии в час. И тут я уже упомянула, что дешевле и проще будет тем, кто может, как сказать, мониторить вот эту температуру показателя и включать тогда, когда надо. Да, у нас там есть реле на 15 градусов, но его, если вы живете далеко, вам же перед тем, как уехать, вы, наверное, рано его должны включить, и потом я расскажу про себя. Если вот такая температура, минус 1 градус, это не критическая температура, и в теплице, конечно, ничего страшного здесь не произойдет, просто хочется им более комфортные условия создать, и если мне нужно будет его включить, я его включу попозже. В 11 вечера, перед тем, как лишь спать, я прихожу, его включаю. Все, в 7 я просыпаюсь, вы знаете, что я сюда прихожу каждый день на утренний обход, и в 7 часов, если температура будет в тоннеле, например, 10-12, я его выключаю, и все. Вот, он проработает за ночь 8 часов. Я вам просто как пример привожу, будет он сегодня работать или нет, я не знаю. За 8 часов он истратит у меня 8 киловатт электроэнергии. У нас киловатт электроэнергии стоит примерно 4 рубля, там 3,90 что ли. 4 рубля на 8 умножаем, получается что 32 рубля? 32 рубля. За ночь он обойдется мне 32 рубля. Если я включу 2 обогревателя за ночь, значит 60 рублей. Ну, мы сейчас посмотрим прогноз погоды на следующие. И такой минус 1 температура я в последующую неделю, 2 недели я не вижу. Возможно, будет это единственный раз, когда я его включу. Но у меня ведь не только эта теплица. Так, запомнили. 60 рублей мы здесь истратим ночью. И тут, ну тут даже не надо, по-моему, никому подсказывать, что все зависит от того, сколько дней вы его будете гонять. Я сразу говорю, весь месяц никогда обогреватели не работают. Особенно днем, почти никогда они не включены, потому что тут всегда солнце. и как нагревается, температура поднимается. Они у меня обычно ночного использования, как ночники такие. Но если уж у вас, вы живете в таких условиях, что вам и днем, и ночью надо будет их гонять, ну вы просто как на количество часов умножаете. Ну, как я говорила всегда, в апреле, в мае у нас есть теплое окно, есть холодное окно. И обычно выйти в теплые окна, но люди не включают обогреватели. И тут, опять же, вспомним про то, что если вы находитесь рядом, вы можете, когда вам нужно, на 2-3 часа включить, чтобы чуть-чуть поднять температуру. Потом вы их вообще можете выключить и ждать, когда она опустится опять до 10 градусов и снова поднять. Сейчас пройдем в другую теплицу, где у меня ветродуйка. Там она сегодня ночью будет работать точно. Почему? Потому что, смотрите, тут есть разница. Там молодняк стоит голый, без пленок, без нетканок, без всего. Здесь я их закрою в тоннеле, хоп, и у них там свой микроклимат. Даже если на улице будет минус 1, в теплице будет даже пусть 2 градуса, тут все равно будет 8-10, и тут будет теплее. Скорее всего, здесь обогрев-то не будет работать. А вот ветродуйка, та, которая тепловая пушка, будет работать точно. Пойдемте считать ее. Если там, где сделаны тоннели у меня в теплице, я могу их пленкой прикрыть и не подогревать, то вот эту теплицу при минус 1 я буду греть точно. Когда я утром говорила, что выбрать время, потраченное на переноску или деньги, конечно, мне проще включить ветродуйку, отдать 50, пусть даже 100 рублей за ночь. Но так как мы не каждую ночь греем, эта сумма не такая великая, мне проще включить. Сейчас я расскажу вот про эту ветродуйку, которую буду обогревать сегодня. Про нее я вчера повторяла прошлогоднее видео, я ее называю ветеран нашего электрооборудования для обогрева теплиц. Работает очень-очень давно, она самое первое приобретение мое, и до сих пор она еще пашет. Вот смотрите, она 3 кВт мощность, но для удобства пользователей она разделена, видите, вот две кнопочки, она разделена на две мощности, можно включить полностью на 3 кВт, можно наполовину убавить, 1,5 кВт. На 3 кВт я никогда не включаю, это очень большая мощность для наших электросетей, но у нас это слишком много, потому что мы же еще дома пользуемся, там и чайником, и микроволновкой, мало ли чем можно включить. И если будет вот этот ветродуй и что-то сильное еще дома включим, то это плохо скажется на нашей вообще, как на проводах. Поэтому я включаю всегда 1,5 кВт на одну кнопочку, одно положение. Вот считаем, сегодня я ее обязательно включу в 11 вечера, в 7 утра я ее выключу. Я ее специально подняла, чтобы вы посмотрели вот здесь, вообще она стоит на полу, я ее включаю, и она теплый воздух, вентилятор там греет, спираль нагревает теплый воздух, вентилятор выталкивает и прогоняет. Вот она на полу работает, и снизу вверх поднимается вот этот теплый воздух, и он не дает охлаждаться, здесь температура понижаться, но по крайней мере до 7, до 7 или 10 градусов она держит. Ну считаем, 1,5 кВт теперь, с 11 утра, ой, вечера до 7 утра, также 8 часов, 8 на 1,5, это уже 12 кВт. 12 кВт, если на 4, получается 48 рублей. Здесь уже немножко больше, чем тот один инфракрасный обогреватель, или меньше, чем два инфракрасных обогревателя, но все равно, даже если я там включу два обогревателя, и здесь одну тепловую пушку, эта сумма, если она не будет ежедневной и постоянной, то я считаю, она не очень большая. Сейчас мы посчитаем, сколько я потрачу в апреле месяце на подогрев, если я буду греть и здесь, и там, хотя бы ночью. Для того, чтобы картина была полной, я сейчас покажу вам погоду нашу бийскую, которая была до этого, которая будет после этого, мы тогда будем знать примерно, как часто мне придется тратить эти деньги на обогрев теплицы. Я всегда смотрю вот эти предварительные прогнозы, они иногда не очень с точностью совпадают с реальными температурами, но все равно, плюс-минус 2-3 градуса, они, вот смотрите, те дни, которые были вот у меня, вчера плюс 14, позавчера плюс 14, это я не включала вообще ничего. Сегодня, как я говорила, 2 дня уже не включалась, сегодня третий день, когда вообще без всяких обогревов, и вот сегодня меня ожидает вот этот показатель, ночь, минус 1. Сегодня я буду включать вот эту ветродойку, это обязательно. Вот что мы там считали, 48 рублей мне придется за ночь потратить. Дальше, смотрю я температуру, завтра будет плюс 11, и очень ясно, и ночью плюсовая температура. Однозначно никаких подогревов не будет, потому что за день так нагревается и теплица, и воздух, и лотки, которые в теплице, вот эта земля все нагревается, она потом ночью, они сами как батареи отдают это тепло, и там все равно температура, ну минуса уже точно не будет. Дальше идут плюс 15 днем, плюс 3 ночью, плюс 14, плюс 10, плюс 8, плюс 11. В вообразимом будущем, вот я посмотрела на 10 дней, я ни разу не буду включать, вот в той теплице, которая с подогревом инфракрасными, при таких показателях я не буду включать ни разу. Дальше я уже не уверена, тут идут, конечно, температуры, они тоже плюсовые, но я вот не нашла ни одного ночного минуса, вот как сегодня минус 1, и ни одной температуры дневной, чтобы можно было днем, мне была необходимость, чтобы включить инфракрасный обогреватель. Даже если, вот смотрите, будет пасмурно, солнца вроде бы и не будет, но если за бортом теплицы плюс 12, плюс 9, ясно, что в теплице самой будет не ниже уж этих показателей, это точно. А когда плюс 10 и солнце, и плюс 15, хоть даже переменная облачность, но иногда солнце вылазит и ночью плюс 7, это ясно, что обогрева не будет. Может быть, кто-то разочаруется, кто пишет, что золотой обогрев, что это все зависит от нашей внимательности, от нашего вот этого вот, как сказать, от приспособленности к этим приборам. Если мы будем в паре с погодой, с солнцем друг другу помогать, оно вам помогает, вы ему, не знаю, правда, зачем мы ему можем помочь, только что хорошим настроением. Но вот пока что я никаких сильно таких затрат, чтобы томаты в теплице были золотыми, я не вижу. Конечно, я говорю еще раз, год на год не приходится. Я говорила, что бывает счастливый год, когда вообще не нужен обогрев. Возможно, в этом году этот счастливый год и есть, потому что я вижу весь апрель плюсовой. Майя я еще не смотрела, но в мае уже проще, там сама по себе уже погода ближе к летней. Даже есть какие-то короткие вот эти окна, холодные. 2-3 дня можно пережить, можно включить обогрев и 100 рублей эти затратить. Но если кому-то даже 100 рублей жалко, и если кто-то как считает, что еще и оборудование же надо покупать, ну тут, если жалко денег на этот, на обогреватель или там на тепловые пушки, ну тут даже разговаривать не надо о том, что, ну просто не пользоваться ими и все. Все, до свидания. Это я просто для тех, еще более подробный видеоролик сняла, для тех, кто действительно хочет попробовать, но боится. Тут сам огородник подстраивается, и тут больше всего зависит от того, на что мы способны, сколько мы готовы затратить вот своего времени, своих хлопот, для того, чтобы создать растениям комфортные условия, чтобы когда надо подогреть, когда надо выключить, и может даже еще и притянить, все в наших руках. Все, желаю всем удачи, не бойтесь ничего. Это не такие уже огромные деньги. Мне всегда, когда муж начинает что-то говорить о том, что, о, это дорого, это дорого, я всегда говорю, и всем советую так считать, посчитайте пачку сигарет в день, который ваш муж выкуривает 100 рублей на год, на 360 дней. Это 36 тысяч. Это перекрывает и стоимость обогревателя, и стоимость электроэнергии. Никогда 36 тысяч ни разу в жизни у меня не нагорало и не нагорит, я надеюсь. Все относительно. Считается, кто-то считает, вот мужчины наши считают, что обогреватели наши дорого, и подогреть рассаду, а если взглянуть в другую сторону, то волосы дыбом встанут. Все, до свидания. Ну и что вы думали? Я, чтобы ваше время не занимать, дальше не стала продвигаться с вами, думаю, сама посмотрю. Посмотрела до конца апреля, я же хотела высчитать на месяц, сколько раз я буду включать обогрев, во сколько мне выйдет, и сказать людям. Посмотрела до конца месяца, до 1 мая, всегда ночные плюс, вот плюс 9, плюс 10, тут даже в конце апреля, и плюс 15, плюс 14 дневные. Я села и призадумалась, ну как вот рассказать, как сказать, что у меня за месяц будет обогрев теплицы, мне выйдет в 112 рублей, это то есть 64 рубля за одну ночь, обогрев инфракрасными обогревателями, если сегодня буду включать, и 48 рублей, это обогрев сегодняшнюю ночь ветродуйкой, потому что в последующие ночи ничего этого не нужно будет, там уже плюсовые температуры. Сказать людям, что за месяц я потрачу 112 рублей, мне же опять никто не поверит, начнется шквал комментариев, что я не так высчитываю, но вы, главное, что вы должны знать, что это у меня может вот при такой погоде, почему-то очень удачный, оптимистический очень прогноз синоптиков, при такой погоде у меня может быть 112 рублей, а у вас может быть и 500, и 600, но если прогноз не подтвердится, и будет еще у меня 2 или 3 морозных дня, я не сильно огорчусь, если потрачу не 100, а 300 рублей. Все, я дала вам выкладки, считайте каждый у себя сам, свою погоду смотрите, свои температурные показатели. Запомните одно, что если плюс 1, плюс 2, плюс 3 на улице, и вам жалко денег на обогрев, то лучше, конечно, ставить дуги и накрывать пленочками. Эффект точно такой же, сохранение температуры, но зато бесплатно. Побольше хлопот, но зато экономия. Все, вот теперь точно до свидания. Хочу еще добавить, что если кто-то написал мне какой-то вопрос в Однокласснике, или просто написал мне в Однокласснике с какой-то просьбой, я никому не отвечаю, потому что, во-первых, сейчас сезон, у меня нет времени, а во-вторых, приходит столько много, вот вы видите, 445 непрочитанных писем. Вы представьте, 500 сообщений, ответить на которые человеку просто физически нереально. Если я сяду сейчас писать ответы на 500 сообщений, я буду отвечать целую неделю. Так что я и в прошлом году говорила, что в друзья не принимаю, потому что у меня уже лимит превышен, там несколько тысяч, 5 или 6, они больше не разрешают друзей принимать. Некоторые пишут, примите меня в друзья, остается без ответа, потому что я физически не успеваю отвечать. И сейчас особенно в период вот этого коронавируса начались рассылки и про коронавирус, и все, и для того, чтобы откопать письмо какое-то живое от человека, действительно вопрос или просьбу, нужно все эти рассылки, которые идут, открывать, удалять. Это очень долго, это очень... Я вам сразу говорю, это нереально. Сейчас будет с приходом весны и лета еще больше, и я одноклассники на этот период вообще бросаю, потом уже, когда немножко разгребусь, я сажусь и целую неделю вот открываю, удаляю, отсортировываю, просеиваю вот эти нормальные обращения, которые, может быть, действительно по делу мне написали, от всех этих рассылок, от этих гификов, от картинок, от каких-то там репостов, ну все, все, все. Короче, сразу говорю, что на одноклассники писать мне бесполезно. Это сейчас полтысячи, скоро будет уже две тысячи весной сообщений. Все.